Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Гость нашей сегодняшней студии, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы Алексей Васильевич Лащенов. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Тема нашей беседы – земельный налог. У нас есть 10 наиболее горячих вопросов от жителей города Рязани, так как уплата налога уже близко, срок до 1 октября необходимо уплатить. Давайте начнем с первого вопроса. В этом году изменилась величина налога на земельные участки. Скажите, по какой причине это произошло? Ну, примитивно к городу Рязани, а также ко всем населенным пунктам, находящимся на территории Рязанской области, я обращаю внимание наших телезрителей на действия постановления Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 14 октября 2013 года, номер 10-п, об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов нашей области. Это второй тур государственной кадастровой оценки. Вступил он в силу с 1 ноя 2014 года. В настоящее время мы рассчитали налоги как раз за 2014 год, и, соответственно, для ряда земельных участков просто поменялась кадастровая стоимость в большую сторону. Я напомню, что это полномочия субъекта Российской Федерации инициировать проведение государственной кадастровой оценки. В 2013 году, соответственно, эта оценка была проведена, результаты ее утверждены, они официально опубликованы и вступили в силу с 2014 года. И в настоящее время налоговые органы, получив сведения о кадастровой стоимости из органов Росреестра, применили эту стоимость в качестве налоговой базы для расчета земельного налога. Сразу же обращаю внимание наших телезрителей, где можно получить информацию о кадастровой стоимости своего земельного участка, исходя из которой рассчитывается земельный налог. На сайте, в интернет-ресурсе, в федеральной службе, государственной регистрации, кадастровой картографии, росреестра.ру. Соответственно, вводите на публичную кадастровую карту информацию о кадастровом номере земельного участка, получаете информацию о кадастровой стоимости. Ну и официально можно обратиться в органы Росреестра по этому вопросу. Также зрители волнуют определенные ситуации, допустим, когда кадастровая стоимость двух смежных участков отличается на 120 тысяч рублей. Скажите, что повлияет на налог и как можно оспорить кадастровую стоимость? Очень важно понимать, что налоговый орган администрирует земельный налог на основании информации о той налоговой базе, о той кадастровой стоимости, которую нам направляют органы Росреестра в порядке, предусмотренным налоговым кодексом. В государственные кадастры недвижимости вносятся соответствующие информации как раз по результатам тура государственной кадастровой оценки. Есть еще второй способ определения кадастровой стоимости, когда земельный участок образован между турами. В результате произошли изменения качественных характеристик земель, предположим, перевод земельных участков из одной категории в другую во время проведения тура кадастровой оценки, изменения вида разрешенного использования. В таких случаях считают кадастровой стоимость филиал ФГБУ, ФКП Росреестра по Рязанской области, кадастровая палата. Поэтому информация о кадастровой стоимости вносится в государственный кадастр недвижимости либо из результатов кадастровой оценки, либо в результате расчета этой стоимости, проведенной органом кадастрового учета. Потом она поступает налоговикам. Соответственно, если у налогоплательщиков возникают вопросы, связанные с обоснованностью формирования кадастровой стоимости, то эти вопросы, конечно, целесообразно адресовывать нашим коллегам из органов Росреестра. Ну и плюс еще существует процедура оспаривания кадастровой стоимости, она тоже предусмотрена федеральным законом об оценочной деятельности, предусматривает она возможность обращения заинтересованного лица, правообладателя земельного участка, либо в комиссию по оспариванию результатов кадастровой оценки, она действует в настоящее время на территории Рязанской области, либо в судебном порядке. Повторяю, что этот вопрос, он не касается компетенции налоговых органов, мы в данном случае являемся так же, как и налогоплательщики, пользователями информации о кадастровой стоимости, внесенной в государственный кадастр недвижимости. Когда гражданин является пенсионером по старости, где ему получить информацию о льготах? Ну, я хочу обратить внимание наших телезрителей не только на ситуацию, связанную с налоговыми льготами пенсионеров, но и чуть пошире рассмотреть этот вопрос. Вот в целом, в каких информационных ресурсах налоговых органов можно получить информацию о налоговых льготах по земельному налогу? Значит, уже на нашем официальном сайте, Федеральной налоговой службы, налог.ру, существует специализированный сервис, справочная информация о ставках и льготах. Вы можете воспользоваться этим сервисом и за несколько предшествующих, включая 2014 год, налоговых периодов получить информацию о льготах по земельному налогу. Примит ли к пенсионерам? Вопрос был задан по пенсионерам. К сожалению, налоговых льгот, полностью освобождающих от уплаты земельного налога, в городе Рязани для этой категории налогоплательщиков не предусмотрено. Но в соответствующем решении Рязанско-городской думы установлена система налоговых вычетов. В чем принцип этой системы? На 10 тысяч рублей можно уменьшить величину кадастровой стоимости, с которой взимается налог. Скажем, кадастровая стоимость 300 тысяч рублей в отношении земельного участка. Пенсионер может обратиться с соответствующими заявлениями налогового органа о применении на основании документов, подтверждающих статус пенсионера, о применении этого вычета. Соответственно, налог будет взиматься с величиной кадастровой стоимости 290 тысяч рублей. Следующая интересующая ситуация. Допустим, житель города Рязани является владельцем участка в Рыбновском районе. И налоговое уведомление он не получал. Какие должны быть последующие действия? Да, в этом случае он должен был получить налоговое уведомление, если не относится к льготной категории налогоплательщиков, и с налогового органа, который администрирует территорию по месту нахождения земельного участка. Ну, в данном случае это межрайонная инспекция номер 6. Если гражданин до настоящего времени, повторяю, не будучи относящимся к льготной категории налогоплательщиков, не получил налоговое уведомление, имея в собственности в постоянном бессрочном пользовании, в пожизненно-оследном владении земельный участок, ему необходимо обратиться с соответствующей информацией в налоговые органы. С этого года действующим налоговым законодательством установлена обязанность граждан информировать о таких случаях налоговые органы. Допустим, гражданин знает кадастровую стоимость своего участка и может самостоятельно и самостоятельно рассчитал налог. Он составил 93 рубля. По какой причине он не получит налоговое уведомление? Дело в том, что с лета этого года были внесены изменения в налоговый кодекс, в соответствии с которым расчет земельного налога величиной менее 100 рублей налоговые органы не производят. То есть налоговое уведомление мы не направляли на такую сумму величины налога. Когда гражданин получит соответствующее налоговое уведомление? Когда величина земельного налога в совокупности будет составлять более 100 рублей? Соответственно, в следующем году мы ему направим налоговое уведомление, в случае, если характеристики налогооблагаемого имущества не поменяются, уже за два налоговых периода. То есть государство здесь ничего не теряет, просто мы экономим расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции, заказанных писем с уведомлением обручения, где содержатся платежные документы на уплату налога. Расскажите, по какой причине ставка налога на земельные доли на сельскохозяйственных угодьях выросла в пять раз? Специальный такой подход мы пропагандировали, он предусмотрен в налоговом кодексе и был реализован в решениях Совета депутатов муниципальных образований. То есть если у тебя есть земельный участок из состава земель сельхозназначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства, на сельскохозяйственных угодьях находящихся, то его нужно использовать по целевому назначению. Если этот участок не используется, находится вне сельскохозяйственного оборота, то та льгота по уплате налога в виде сниженной налоговой ставки, она не применяется и, соответственно, ставка устанавливается в размере полутора процентов. Мы заключили соглашение с органами государственного земельного надзора, Росреестр, Росельхозназор, и, получив информацию об использовании участков не по целевому назначению, соответственно, администрируем налог по повышенной ставке. Давайте поговорим про индивидуальных предпринимателей. Действительно ли им больше не нужно сдавать отчетность и уплачивать авансовые платежи по земельному налогу? Совершенно точно. В рамках снижения административных барьеров, улучшения качества налогового администрирования, в налоговый кодекс были внесены соответствующие изменения. И, начиная с 2015 года, индивидуальные предприниматели не представляют в налоговую службу ни авансовые расчеты по налогу, ни, соответственно, им не нужно в течение налогового периода осуществлять вот такую квартальную оплату налога. Они будут привлекаться к налогообложению, так же, как и физические лица, получив налоговые уведомления. Соответственно, начиная с 1 января 2015 года, индивидуальные предприниматели не платят авансы, ну а налоговые уведомления они получат за свои земельные участки, которые используются в предпринимательской деятельности, так же, как и физические лица в 2016 году. Алексей Васильевич, давайте прононсируем день открытых дверей в налоговых органах. Совершенно правильно. В ближайшее время, это 18 сентября, пятница, с 9 до 20 часов, и 19 сентября, суббота, с 10 до 15 часов, во всех налоговых инспекциях Рязанской области будет проводиться общефедеральная информационно-разъяснительная акция «День открытых дверей». Добро пожаловать налогоплательщиков за получением разъяснения, пока не наступили сроки уплаты налога, за уточнением своих налоговых обязателей, за получение информации о возможности использования права на налоговую льготу, подключение к личному кабинету налогоплательщика. Мы постараемся в эти дни максимально насытить наше общение с налогоплательщиками с точки зрения получения информации, для того, чтобы собираемость налога по состоянию на 1 октября 2015 года у нас была все-таки в ожидаемых высоких темпах. Не проведя такую информационно-разъяснительную работу сейчас, мы столкнемся с проблемой-недоинкой по уплату налога. Поэтому добро пожаловать к налоговым органам, если у вас остались неурегулированные вопросы. Спасибо вам за ответ и за разъяснение ситуации. Я напоминаю, что в эфире программа «Подробности». В гостях у нас сегодня заместитель и руководитель управления Федеральной налоговой службы Рязанской области Алексей Васильевич Лощенов. Благодаря вас и хочу напомнить, что Рязанская область – это территория платы налогов. Присоединяйтесь и вы. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.